Ребята, всем привет! Говорю на камеру и камеру не включала. Мы с мужем собрались в поездку, он уже пошел машину заводить. Показываю себя. Но свет уже не включаю, потому что муж уже там ждет. Я сначала надела на себя такой белый костюм, знаете, тепленький. У нас прохладно, плюс 14, но ветер. Хотим поехать с открытым верхом. Потом смотрю, муж на себя напялил брюки и туфли. Такие, знаете, модельные туфли. Я говорю, тебе удобно будет в туфлях? Он говорит, да. Ну и я уже под него решила, что все-таки белые штаны могут запачкаться. Мы будем гулять, я надеюсь, если припаркуемся. Это парковая зона. И можно так делать белые штаны, что потом их не отмоешь, не отстираешь. Так, что он там, машину заводит? Крышу еще не открыл. Так, я вот решила на себя вот это вот надеть, эту розу. Потому что я могу это надеть только, если рядом будет муж. Если я так буду ходить по нашему селу, меня местные жители не поймут. Вот. И надела вот такие тоже сексуальные сережки. Это бижутерия. Там такая кокетливая женщина с красными губами и прищуренным глазом. Видите, это тоже я могу надеть только, если буду ехать вместе со своим мужем. Это бижутерия. Мне очень нравится эта новая покупка. Я вообще бижутерию стараюсь не покупать. Я люблю такие, знаете, золотые ювелирные украшения. Раньше очень серебро любила. А вот это вот увидела и соблазнилась. Оригинальная очень модель. По-моему, это чья-то картина. Нужно будет погуглить. Может быть, Гогена даже. Подскажите, кто в курсе. Так, папечка наш крышу там открывает. Вот он. Серьезный такой мужчина сидит. Бусенка я уже тоже надела. Надела ему жилетик. И посадим его на заднее сидение. Муж сегодня поработал полдня. Вчера он мне обещал, что отвезет все-таки меня сегодня на экскурсию. Ну и вот я ему писала. И все-таки выпросила эту поездку. И вот такие у меня новые кроссовки я одеваю. Потому что здесь у меня, видите, такие разноцветные лампасы тоже. И дикий инвай рюкзачок. Он немножко тяжеловатый. Ну, нормально. Зато беленькие, под беленькие кроссовки. Вот такая вся разноцветная и очень радостная. Наконец-то из дома вырвусь. Вырвусь в цивилизацию. Хотя бы, может, если не перепаркуемся, хотя бы посмотрим. Там должно быть. Все, мы наконец-то вырвались. Правда, у нас играет музыка. Я должна что-то говорить, чтобы перебить эту музыку. Но немножко прикрутила. Хочу показать нас. Муж за рулем. Бусик пассажир пристегнутый. Все по правилам. У нас отличная погода. Ну, и холодно, и не жарко. Нормально. Можно ехать с открытым верхом. Плюс 13 градусов по Цельсию. Плюс 13. У меня муж сегодня умничка. Обещал даже не ворчать. Хотя он немножко устал после работы. Я ему подогрела кусок пиццы. Оставался у нас. Он даже брючки там себе переодел. И туфельки. Говорит, я буду ворчать про себя. Сегодня он в Вашингтоне еще не был. Работал в стороне Балтимора. Ой, как там эта загруженность в столице США. Посмотрим. Мы так немножко уже с маршрутом определились. Муж меня немножко покатает. Покажет окрестности. Джорджтаун, да. Сначала поедем к Белому Дому, а на обратном пути поедем к Джорджтаун. Почему? Так проще будет. Чтобы был Джорджтаун, надо возвращаться назад туда на 95-ю и ехать через Лисконсин. Ну, в общем, я ему доверяюсь. Буся уже так бедный переживал, чтобы его не забыли дома. Я ему сказала, Буся, сегодня поедем на машинке. И пока я собиралась, он скакал возле меня, думала, на голову залезет. Так обрадовался. Ребенок давно никуда не ездил в путешествие. И ему все интересно. В жилеточке все-таки. Потому что он подстриженный у нас. Если бы я его не подстригла, было бы ему теплее. А так вот он почти голенький, поэтому жилеточку ребенку накинула. Ну и водичку взяли, конечно. Троллит начинает. Говорит, папе взяли пивосик, а обаме 100 грамм. Представляете, это кто-то услышит. Это ж может и поверить. Он все время что-нибудь скажет, а я стою, думаю. А он потом ха-ха-ха, я тебя троллю. Выключишь, когда выключишь, скажешь. Что? Ну, когда выключишь, скажешь. Он мне хочет что-то сказать. Надо выключаться. Да, надо выключаться. А он только себя любимый снимает. И тебя тоже. И Буську. Буська там. Ему все интересно. И вот тебя. Скажи привет. Всем привет. Мы едем на экскурсию. Мы катаемся. Весеннее катание. Так, мы что, уже въехали в Вашингтон, да, Вова? Въезжаем уже в Вашингтоне. Уже в Вашингтоне. Это улица... Улица называется Нью-Йорк-авеню. Нью-Йорк-авеню. И дальше муж сказал, будет какой-то туннель. Такая обзорная картинка пока что. Все не очень интересно. Мы хотим добраться в центр города. К Белому дому. Посмотрим. Сегодня, в принципе, рабочий день. Может, там будет поменьше людей. Ты показала, сколько я тебе людей показал? Да, я вчера показала. Ты же был дурдом. Больше, чем напряженный. Да, вчера муж мне картинку перекинул. Ехал с пассажирами. И там просто море людей было. И он поснимал, он мне перекинул картинку. Я, кстати, слышала, о чем ты базарил с пассажирами. Ты посмеял. Я теперь знаю английский. Хотя бы немного. Да, я поняла, о чем ты там беседовала с ними. Я сказал, что ты меня просила завести. Я говорю, я хочу снять и показать, вот что там было. Да, хи-хи, ха-ха. Так язвительно. Моя жена хочет, вот. Я сейчас ей покажу. Я ей покажу, что тут на череплосом творится. Сегодня будет то же самое. Ну, сейчас такая пора туристов. Потому что цветет сакура. И куда он лезет, посмотрите. Куда лезет. Туда, куда не доехал. Но имеет право полону. Большун какой. Аккуратно, не подъезжай. На красный свет едет. На красный свет? Да. Что серьезно? Не было места ему куда завернуть. А так можно? Траком все можно. Он же как Титаник из железа. Если кто в него, что траку будет. Ничего. А теперь смятка. А яйцо в смятку будет. Ой, да. Не будем о грустном. Потому что на самом деле все стараются ехать дальше от таких машинок. Проехали магазин Таргет. Я вчера, кстати, выучила новое слово Таргет. Это цель, да? Да, цель или мишень. И полиция гонит. Там стоит полиция. Или едет. Скорая помощь. Скорая помощь. Тоже у них... Амбула. Работка. Трафик такой. Проехать надо быстро. Метро поехало, кстати. Наземное метро здесь. И подземная доля. Ну, подземная часть, подземная часть наземная. Метро. Ну, добираться, допустим, вот в Вашингтон. На метро, на автобусах. Там, где мы живем. С того места очень проблемно. Мусорка. Здесь огромные мусоровозы. Тоже им на узких улицах не так-то просто развернуться. Камеру проехали. Спид-камера. Скорость измеряет. Так, немножко музыка играет. Снега, деда, ручья. Стеклянные. Дома полустеклянные. Дома. Сейчас покажу. Стеклянные дома. Стекло и бетон, как говорят. А он смотрит в гостях. Так, музыка мне... Музыка мне не даст проникнуть на YouTube. Улица, еще раз говорю, Нью-Йорк-авеню. Как это называется? Граффити, да? В нью-йоркском стиле. Только что здесь нет небоскребов. В Вашингтоне небоскребы запрещены при строительстве даже новых домов. Чтобы они не были выше Капитолия. Такие условия строительства здесь. Потому что официальные здания превыше всех должны быть. Государственные здания имеются в виду. Автобус. И еще что-то там едет и пищит. Дом интересный, плоский что ли? Обалдеть! А не, он какой-то такой... Треугольный. Ну да, он там стоял. Стоянка. Строительство идет везде. Там краны, там краны. Там краны. Везде строительство идет. Так, небольшая информация. Возможно, я повторяю. Сейчас в Вашингтоне идет так называемый фестиваль сакуры. Этот фестиваль отмечается с 1912, по-моему, года, когда из Японии в США, в столицу привезли 3000 саженцев сакуры. По-моему, первые саженцы погибли. Потом был еще завоз. И вот празднуется в этот период так званный фестиваль сакуры. Что это означает? Это означает, что сюда приезжает очень много туристов, потому что цветение сакуры долго не длится. Гостиницы, как правило, переполнены в этот период. Цветение сакуры продолжается где-то с 18 марта по 14 апреля. Сейчас самый пик цветения, когда цветочки, еще лепесточки такие крепенькие, не осыпаются. Всевозможные проходят мероприятия. Ну, например, активируются кафешки, ресторанчики, устраивают тематические вишневые вечеринки. Кстати, вот у мужа было день рождения недавно. И про эти вечеринки тематические я тоже вот буквально вчера, позавчера прочитала, поинтересовалась. То есть есть сайт специальный Вашингтон Ди Си и там официальный сайт фестиваль Сакуре в Вашингтоне. И там есть вся информация, локации, советы, где что происходит. И вот там я узнала также за эти тематические вечеринки. Возможно, на следующий год, если все будет хорошо, не загадываючи. Сзади меня очень интересные дома. Посмотрите. Как с картинки. Чтобы я камеру не выключала. И возможно, мы с мужем на следующий год будем живы-здоровы. Опять же, не загадывайте, как говорила моя бабушка. Может быть, даже посетим такую одну какую-то вечеринку, потому что подарок, так сказать, мужу будет на день рождения. Также там устанавливаются арт-фигуры, такие, знаете, в форме вишни. Но что мне не понравилось, например, арт-зона, она разбросана по всему Вашингтону. То есть на карте есть точки, вот сюда подъедь, там есть арт-зона, сюда подъезд, подъедь. И это не совсем удобно. Вот если бы они всю эту инсталляцию собрали в одном месте, приезжаешь туда, просто вот смотришь на все на это. Очень живописная улица, кстати, я сейчас камеру разверну. Также устраиваются фестивали воздушных змеев и много-много всего интересного. Главное, чтобы погода была хорошая. Разверну камеру, какая-то... Ой, пальчик мой лезет. Немножко мы уже самое интересное. Вот такие вот улочки я сейчас назад поверну, наверное, с башенками. Очень интересная была улочка. Сейчас мы будем езжать в тоннель, муж говорит. Он здесь ездит каждый день. Старые какие-то дома. Интересно, сколько им лет. Лет под сто, наверное. Да, Вова? Старые больше. Может быть, даже больше. Ну, старенькие такие, что не другое. А цена как крыло от самолета? Да, старенькие да, удаленькие. Очень дорогие здесь дома. И вообще недвижимость в Вашингтоне, конечно, очень дорогая. И я бы хотела очень здесь жить. Я очень люблю Вашингтон. Обожаю просто. Муж смеется. Я только хотел сказать, если бы мне такой даром давали, я бы туда не пошел. Почему? Потому что там нет ни кондиционера центрального, это все в окнах вставляются. Там может быть один туалет на весь дом. Кухни никакой не будет. Может даже стираться негде. Цивилизации никакой. Паркинга тоже, наверное, возле дома нет. Я не знаю, как они тут живут. Видите, как мой муж разбаловался. привык, что дома. Три этажа, паркинг, задний дворик, передний дворик. Конечно. Соседи не топчутся над головой, никто не надоедает, всех соседей знаем. Но то, что у нас глушь, там у нас село. Меня это весит, я люблю цивилизацию. быстренько покажу. По землю едем. Он длинный, этот тоннель? Довольно. Больше, чем милен. Это под рекой или просто под землей? городом. Еще тоннель есть под речкой, да? Это в этом самом Балтиморе. В Балтиморе есть под речкой. только мосты через речку. В Балтиморе не речка, Балтиморе там под заливом. Под заливом тоннель, да? А мы там ездили? Ездили тысячу раз, когда едешь в Нью-Йорк и назад. Ты что, не помнишь, мы ездили в Нью-Йорк? На 4 июля, помнишь? Тысячу раз я езжу в Нью-Йорк. Я возил тебя по этому тоннелю. Ну, вот такой тоннель. Вообще, я такие как бы места побаиваюсь. У меня клаустрофобия, и мне бы быстрее отсюда выбраться. Я люблю открытое пространство. А ты нормально? Без разницы. Без разницы? Глубокий тоннель или высокий мост, но без разницы. Где там свет? Кислород хочу. Дайте мне кислорода, дайте мне дышать. там еще машины въезжают. Теперь надо, чтобы ручки убрала. Представляешь? надо перестроиться, опусти руки. Офигеть! откуда вы? Где он едет? Где он едет? Где он кричит? Emergency. Офигеть! Не бойся, не бойся. У меня собаку боится. Не бойся. вон он там стоит впереди. Все хорошо быстро, все хорошо. Ну, тут еще эхо. Капец, я аж испугалась. И где он был? Куда он поехал? Впереди он нас обогнал. Уже обогнал? Не видел, он с правой стороны ехал? Я ничего не видела. там вот что-то мелькает. Какой огромный туннель. Вот еще вливаются машины, еще одна полоса. И сколько машин. Это ж такое строительство было, наверное, сложное и дорогое этого туннеля. И вот мы едем, едем, пока еще выхода не видно. В общем, там сзади кто-то психует и пипикает на все. У людей нервы сдают. Хоть бы уже быстрее вырваться отсюда. Муж говорит, кто-то кого-то подрезает, наверное. Мы едем тихо и аккуратненько. Как ты говоришь, быстро поедешь, медленно понесут. Муж говорит, каждый день вот так вот ездит в таких трафиках. Представляете? нервная работа какая. Что тут пипикать, если тут туннель? Некуда ехать. Пипикай, не пипикай. На крышу же машине не заедешь. Бусик хоть себя ведет прилично, да, малыш? Уже привык в машине ездить. Только когда с мигалками мимо нас проехали, он засуетился. Сильно так резануло по ушам. По ушам резануло ребенку. Я не знаю, меня слышно или нет, что я болтаю. Короче, свет в конце туннеля есть, но мы стоим, практически не двигаемся. Палец все время мой. Слышите? Нервишки. Нагленько суется. Выехали наконец-то. Я вот так как-то на дороге снимала и мне факт показал водитель грузовика. что ты мол там снимаешь. Я вот сейчас вспомнила даже побаиваюсь. возле вперед. Продолжение следует...